Комсомольская 8, 10, 12 За Чайкиной 8 и Пионерская 9. Всего было проживающих 67 человек. 35 квартир готовых к проживанию были приобретены и расселены. Общая стоимость контракта составляла 75,9 миллионов рублей. На сегодняшний день контракты заключены, акты подписаны, дома переданы в собственность граждан. До 31 декабря 2020 года данные дома подлежат сносу. Контракты по выполнению данных видов работ уже заключены и работы выполняются. Все дома должны по соглашению и по требованию программы до 31 декабря, до конца текущего года будут у нас снесены. То, что касается 2020 года. В настоящее время у нас уже заключен контракт. Прошли у нас конкурентные процедуры. Это был аукцион на приобретение готового жилья на рынке. Это новое жилье, не на вторичном рынке. Мы понимаем, куда будут расселены жители, домов. В частности, это Карломарса 10 и улица Резычайкина 6. Это два дома у нас. Бюджет 29,5 миллиона. Местные дополнительные это 8 миллионов, те, которые на дополнительной площади. Расселяемая площадь 577,7 квадратных метров. Расселяется у нас 13 жилых помещений в настоящее время. И два помещения находятся в муниципальной собственности. И 25 человек, которые подлежат, на сегодняшний день прописаны в этих домах, и подлежат расселению. Снос данных домов будет осуществлен до 31 декабря 2021 года в рамках программы и также путем выяснения подрядчика, путем проведения конкурсных процедур. Мы планируем к расселению Комсомольская 2Б. У нас заявка Министерства ЖКХ подана. Поэтому в случае доведения лимитов до города Берска мы объявляем аукцион, и этот дом тоже подлежит к расселению. На 2021 год у нас заявка на расселение подана на 3 дома. А в целом у нас признанные дома аварийными есть, и у нас есть с чем работать. Мы готовы работать, мы готовы проводить аукционы и расселять аварийные дома. В принципе, у нас и на комиссии мы проговаривали о том, что возможно и анализ, и мониторинг домов, которые уже, в принципе, подвешали. И в случае проведения экспертизы, проведения данных на комиссию, которую возглавляет Евгений Анатольевич, можно признать дом аварийным. Это, получается, желание собственников. Расскажите, почему снос домов, который был запланирован на прошлый год, принесли на этот? Пока до последнего жителя дома, подлежащего сноса, мы не переселим и не передадим собственность, дом не расселяется. После чего объявляются торги, это конкурентная, это аукцион, в основном это занимает от полутора до двух месяцев, после чего приступают к выполнению работы. Соответственно, сам период, он не очень быстрый. Были ли какие-то конфликтные ситуации при переселении с жителями? Это были ситуации те, которые они, в принципе, регулируемы, регулируемы законом. Там, где был ряд у нас поступления заявлений о выкупной стоимости, поэтому мы заключили мировые соглашения. И в настоящее время на сессии, в ближайшей сессии Совета депутатов города Берска, лимиты будут утверждены и, в принципе, будет перечисление выкупной стоимости. Стараемся не доводить это до судов, поэтому здесь как бы вопросы нерешаемы и регулируемы. Спасибо.